То есть это почтение, уважение, посвящение, это установление Богом для блага детей. Для блага детей. Понимаете? Поэтому, дорогие, в церкви мы не должны думать, как некоторые. Что они равны пастору. Они тоже умны, как пастор. Они тоже способны, как пастор. Они даже раньше пастора уверовали. Даже, скажем, что они видят себя, как они больше помазаны, чем пастор. Они больше дисциплинированы, чем пастор. Поэтому. Не поэтому. Потому что пастор. Поэтому. Здесь положение, которое он имеет, а потом все остальное. Слава Богу, что ты красивее пастора. Слава Богу, что ты умнее пастора. Ты способнее пастора. Ты раньше его. Ты старше его по Боскому, физическому. Да? Аминь. Но церкви Божьей, он поставлен пастором. И поэтому должен быть вплощение к нему. Папа Богу, что ты красивее пастором. Папа Богу, что ты красивее пастором. Пятое глава, девяностое стих. Папа Фессионисом, пятое девяностое. Папа Фессионисом, пятое девяностое. Мире между собой. Аминь. Павел пишет в церкви. Мы же просим вас уважать. Потому что в языческих церквях, в языческих церквях, церкви язычников это проблема. Может быть тогда, как и сейчас. Сейчас, наверное, еще. Я недавно был у себя на родине. И там тоже проблемы уже. Если в наше время было как-то воспитание. Это как сейчас люди, не знаю, откуда это ветер. Поэтому, дорогие, это потому что у нас в этом проблема. Слово Божие об этом говорит. Как раз это слово для того, чтобы исправить что-то в нашей жизни. И он говорит, чтобы мы уважали. Скажите, уважать. Человек, которого ты уважаешь, ты относишься к нему особо. Ты не можешь переступить какие-то грани. Ты не можешь позволить себе некоторые вещи. Потому что есть уважение. И кого уважать, трудящиеся вас. И предстоятели. Пастыря, служители. Предстоятели ваши в Господе. И вразумляющих вас. И почитать их преимущественно с любовью. Заделать их. Потому что то, что они делают, то, что они делают, это так важно для нас. То, что пастыр делает, это так важно для нас. Невозможно переоценить. Аминь? Да. Я помню. На работе мы начальников, мы уважаем. В школе учителей уважаем. Должны. Директора в школе уважаем. Ректоров университетов уважаем. Президентов страны уважаем. Но то, что пастыр делает для вас, намного больше, чем даже то, что президент делает. Алло, вы здесь? Аминь? Отчаствующие, они тоже служители Божьи. Но их не дело, это касается не так глубоко, как то, что пастыр делает для тебя. Пастыр заботится о твоей душе, о духовном, забота о духовном. Президентство, они заботятся, чтобы в больнице было, чтобы было, что еще, школа, образование. Понимаете, да? Чтобы было все. А пастыр печался о тебе духовно. И это важнее. Я говорю важнее. Я не говорю, что другие аспекты жизни не важны. Они тоже важны. Но духовно важны. Духовные вещи возьмут. Поэтому за труд их, за дело их, нужно их уважать и почитать. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это поняли, чтобы мы приняли, и чтобы мы так жили. И мы будем весьма благословить нас. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok седьмая глава. И теперь 27. И мы читаем с первого стиха. Когда Исаак состарился и приступил с зрением глаз его, он призвал старшего сына своего Исаака. И сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. А он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь оружие твои, колчан твой, колчан твой и лук твой. Пойди поле и налови мне души. И приготовь мне кушань, какое я люблю. И приноси мне есть, чтобы благословила душа. Тебя душа моя. Придемиджели я умру. Аминь. И вот Исаак говорит такое своему сыну Исаава. Хочу, чтобы мы посмотрели и что-то взяли для себя. Я здесь написал пять пунктов действия всего, что нужно было делать. В этом отрывке, что-то мы почитали. И вижу, что Исааву нужно делать много всего. Я написал пять всего, а из них четыре, что должен был делать Исаава. Сын. А Исаак, отец, он всего лишь один. Он скажет, что будет делать. Он говорит ему, сын мой, возьми орудия твои, кольчанк твой и лук твой. Сын, возьми оружие твое, собери все это. Это он должен это делать. И второе, он говорит, иди в поле. Он должен оставить дома и идти на поле. И следующее, он говорит, налови мне души. Налови мне души. Души. Знаешь, чтобы идти на поле и охотиться, это не безопасно. Он должен был это делать. А потом он должен прийти домой и говорит, приготовь мне кушание. Исаак, все такое, говорит, мне. Ты делай мне, ты делай мне, ты делай мне. И много всего нужно делать. И он говорит, кушание, какое я люблю. И по твоему усмотрению, ты знаешь, что я люблю. Делай все для меня. Ты заботь обо мне сейчас. А потом он говорит, принеси мне. А я что делаю? Ам-ам, съем. И все выглядит. Если не осторожно, если не понимать духовные вещи, подумать, что Исааку нужно много всего делать. Зачем? А он поест. Но он говорит, что я поем. И благослови душа моя тебя. Я люблю это. Вот и это самое главное. Он говорит, что я хочу передать тебе то, что во мне. У меня есть благословение от Бога. Дорогие, это то, что мы с вами должны понять, что в пастыре нашем есть что-то, в нем есть что-то от Бога для нас. И это называется, одним словом, благословение. Физическое благословение, материальное благословение, духовное благословение. Есть, в нем, от Бога. И он говорит, делай мне все это и моя душа, моя внутренность, благослови тебя. Другими словами, поставь себя на таком положении, так, чтобы благословение пришло от Бога на тебя через пастыра. Через пастыра. Сколько из вас хотите быть благословенными? Есть некоторые благословения, которые придут к вам только через вашего пастыра. Хотите, не хотите, я вам говорю, что есть некоторые благословения, придут только через... Конечно, есть благословения, которые придут с вашими родителями, благословения, которые придут с других людей. Но есть благословение, которое придет на твою жизнь через твоего пастора. Не упусти это. Поэтому тебе надо положить себя на таком месте, чтобы это благословение пришло сверху. Бог поставил его старше здесь. И есть вещи, которые придут только через него. Я понимаю, о чем я говорю. И пусть Бог даст вам разумение того, что я говорю. Не упустите такие благословения. Аминь. Исав, в конце концов, Яков получил это благословение. Но я говорю о принципе. Да, я говорю о принципе. Что это благословение, которое должно было прийти на Исава, оно придет только через Исака. Только через Исака. Только. Поэтому Исав должен был поставить себя на таком положении, чтобы это благословение пришло. Это духовные вещи. Это духовные вещи. Поэтому не говорю, что я способен, я могу. Нет. Это не ты можешь или не можешь. Это то, что Бог сделает для тебя, но через пастора. Поэтому восьми орудиями, и не говори, что это слишком много. Пастор просит туда-сюда вести домашнюю группу евангелизации, прославление, репетиции, делающую церковь. Но все это, они потом скажут, что это церковь Атуро, Арана Санчо. Зачем мне? В конце концов, даже никто не скажет спасибо. А есть духовное что-то, которое Бог приготовит для тебя. И это придет только. Если ты возьмешь что-то, ты возьмешь орудие твое, колчан твой, лук твой, и не сидишь дома, мечтаешь о том, что дыши будет, что-то будет, но пойти реально, физически, делаешь шаги, и идешь на поле. И там тоже не просто блуждать в поле, но охотиться. И свои способности, то, что ты говоришь, что ты умеешь делать больше, чем пастора, как применить там, на поле, и охотиться, и ловить реально дыши, ловить этого девушного, и привезти дома, и приготовь. И кровь, и кровь, и все это. И ты устанешь. И тебе надо приготовить, как он, как ему надо, как он хочет, как отцу надо. Не по твоему вкусу, а по его вкусу. Некоторые люди думают, что их эксплуатируют, меня эксплуатируют. Ты делаешь дело Божие, а потом думаешь о себе, что тебя эксплуатируют. Это то, что думал, раб получил еще один талант. Он говорит, что господин мой, он живет там, где не посеял. Собирает там, где не рассыпал. Он не справедливый. Зачем использовать этот талант? Этот дар у меня есть, но я не буду использовать на него никак. Пусть будут внутри меня. Когда он придет, я скажу, вот твое, я тебя не обидел, я не обидел. То, что ты мне дал, я даю тебе обратно. Справедливо? Справедливо. Но, знаете, господин сказал, что ты рукава. Не милый. Не верный. И господин не похвалил. А так он похвалил тому, кто получил пять. Он похвалил того, кто получил пять и того, кто получил два. В этой похвале есть что-то. Есть благословение. В этой похвале есть джизл. Есть что-то духовное, в которое они нуждались. Но хорошо, доброе. Верный там. И что дальше сказал? Благослови их надаж. Войдите в радость Господа твоего. Это то, в чем ты нуждаешься. Это больше, чем все труды твои. Больше, чем то, что ты встаешь рано и молишься. Больше, чем то, что ты бегаешь на домашнюю группу во время снега. Метель, дождь, то, что ты получишь, там много больше. Он открыл уста свои и благословил. И в этом. Знаете, благословение, которое было предназначено для Исава, это так сильно. Мы видим это в Якове. Теперь Израиль. Израиль, весь мир знает Израиль. Через Израиль пришел Спаситель. Но мы теперь, мы благословили. Это было большую благословение. Но Исав должен быть. Что это делать? Для того, чтобы отец разнес. У него благословение. Благословение. Кто-нибудь со мной до сих пор. Аминь. Потом, дорогие, нужно нам с вами рассматривать пастора. Или смотреть на пастора, как на отца. Воспринять пастора за отца. Относиться к пастору, как на отцу, духовному. Потому что у отцов, есть благословение для детей. Это естественно. Аминь. Халлелуя. Мы как коллеги. Вы можете дружить, но есть моменты дружбы, но он пастор. Мы как равны. Аминь. Потому что масло не потечет. На ровном месте. Не потечет. Когда вы все на одного пастора стоите здесь. Масло не потечет. Масло течет сверху. Когда ты поставил себя на правильном методе. И почитай его. Его пасторство. Его авторитет. Его власть. Которую Бог дал ему. Тогда потечет на тебя. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как Илея. Илея на бороду Аарона. Аарона. Да? На голову Аарона. На бороду его. И края одежды его. Сначала на голове. А потом на бороду. А потом на одежду. Это Драгоценные Илеи. Неповторимые Илеи. Илея. Перестященка. Понимаете? Это Илеи, которые нельзя делать подобные для бытовой жизни. Драгоценные Илеи оно течет от головы. По-другому не течет. Поэтому как только поставили себя выше головы, то ты поставил себя вне Божьего плана. И это благословение никак не кончится от тебя. Иврем седьмая глава седьмой стих Без всякого вепрекосновья меньше благословляется Божьим. Меньше благословляется. Аминь. Поэтому благословение есть для тебя. И когда ты поставишь себя на правильном положении, это оно придет. И мы говорим, что это правильное положение, это твое почтение к пастору. Аминь. Иногда пастыря хотят благословить человека, дать словом, что-то посоветовать, что-то говорить. Но они не знают, откуда начинать. Потому что человек поставил себя в таком положении, что даже не знают, откуда начинать, говорить. когда человек в себе сарый бок, гора, которая неприступна, он в секре, он не смиренный. Он в секре, но непочтительный. Он дитя Божье, спасен, идет на небеса, но он никого не признает. И очень сложно. бываете. Амин. Дорогие меньшие, мы меньшие, давайте будем смиряться. Смиряться под крепкой рукой Божьей. И свое время он нас вознесет. Амин. Халлелуя. Амин. Мы как дети и дети не должны думать, что они делают для своих родителей больше, чем родители для них. Амин. мы люди в церкви не должны думать, что мы делаем для пастора больше, чем он для нас делает. Не должны так, потому что это не так. Пастор делает для нас больше. Он делает для нас больше. послание евреям 13 глава 17 написано, они не усыпны, они опекутся от души наших. Это дело постоянно. если бы Исаф думал, что я все это сделаю, а мой отец просто покушает. Но Исаф пошел, потому что он знал, что будет благословение. Он ждал этого благословения. Он потом плакал, когда брат его восхитил, его благословение, он плакал. Потому что он понимал, он слышал обетование, но не всегда это будет сказано как условия. Что делай, и я благословлю тебя. Не всегда мы его слышим, дорогие. Не всегда это будет сказано нам. Но я вам говорю, что всякий раз, когда мы служим, пастором, когда мы почитаем пастора, когда мы уважаем его, когда ставим себя под его авторитетом смирения, то благословения в любом случае придут, всегда будут. Потому что Богом так устроен. галатом шестая глава. Галатом шесть, шесть, шесть. Наставляй словом, делись всяким добром с насладляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не убивайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плот свою, от плоти пожнет глину, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечный. Аминь. Наставляй мы словом. Это мы наставляем словом. Мы с вами должны делиться всяким добром с насладляющим, с нашими пастырами, с нашим пастыром. Всяким добром. Скажите, всяким добром. Аминь. Аминь. недавно была ситуация, когда я должен был общаться с одной сестрой в секре. И в процессе общения она закричала на меня и хрупная дверь. И вышла и хрупная дверь. Вау. Но написано делись всяким добром. Мне написано делись всяким злом или всяким гневом. Это не надо пастыру. Такой поступок не надо пастыру. Алло, здесь. Если ты почитаешь человека, уважаешь человека, ты не можешь так поступать. Ты здесь живешь и все равно в гневе как-то указать какое-то уважение. Правда? посмотрите, как вы относитесь к вашему пастыру. Всяким добром, как мы говорили, делись с пастыром не только добрые слова, не только молитвы, но также материальные. Скажите, материальные, финансовые, да? Вот. чтобы делиться, потому что Павел пишет здесь, давайте посмотрим, что он говорит Коринфянам, послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, девятая глава. первое последнее Коринфянам, девять, и в мой стих. Коринфянам, давайте Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если поднем в вас телесное? То есть Павел ставит такой аргумент, что он говорит, мы посеяли в вас духовное. И мы сегодня вначале говорим, что духовное дороже, чем телесное. Духовное дороже, чем физическое. И апостол Павел говорит, мы посеяли в вас духовное, мы посеяли Слово Божие, мы посеяли любовь, мы посеяли в вас духовное дороже, которое мы имеем. Мы послужили вам духовное. И он говорит, велико ли, это страшно ли вообще, если мы пожнем в вас, не духовное, потому что в вас это нету для нас. Если пожнем, хотя бы телесное. Вот, делиться с всяким добром как раз здесь относится также материально. Аминь. Что Павел тратит себя и время, тратит много на то, чтобы вам служить. Недавно моя жена хотела узнать, сколько будет стоить занятия, репетиции, репетиции с ребенком в школе. И когда назвали цифры, она подумала даже, что это за одно занятие, а потом говорила, что это за один час. И она удивилась за один час. Давайте тогда час проповедей, час проповедей, чтобы каждый положил какую-то сумму. Я не говорю, что мы будем делать. Я просто хочу отрезвить себя и вас. Чтобы мы реально видели труд пастора. Да. Халло, вы здесь? Да, чтобы каждый платил за проповедь. А за молитву вообще еще дороже стоит будет. Потому что это молитва. А за пост, надо вас заказать, чтобы из-за вас. А за похищение. Посты вас похищают домой? Приходят к вам домой? Да? За похищение еще. Еще больше. Это для того, чтобы мы, ну как по-человечески, я сейчас говорю, чтобы мы как-то пришли в себя. Аминь. Поэтому то духовное дарование, то духовное служение или семьи, которые служители делают, это дороже намного, чем материальные. Я даже не говорю о десятина сейчас. Да? Потому что десятина, это Богу принадлежит или нет? Аминь. И кому Бог хочет, тому Бог дает. Правда? А есть благотворение, которое нужно оказать пастору и его семье. Аминь. А паспорт Павел говорит так же, что в одном месте. Второе крымкином. Двенадцатая глава. Пятнадцатый стих. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Аминь. Это Слово Божие. Паспорт Павел пишет. Не все пастыря дадут им мучество читать такие местописания. Я не знаю, сколько раз пастор Актура читал такие местописания здесь. Знаете, да? Да. Я не знаю. Но это Слово Божие. И апостол Павел имеет мучество. Что бы это говорить? Секрет. Он говорит, что я издерживаю свое. Дорогие, я общаюсь с пасторатурой, но он мне не жаловался. Не думайте, что он жаловался. Не-не. Не-не. Такого нету. Такого нету. Аминь. Не потому, что он мне что-то говорит. Не, не потому. Перед Богом говорит. Что не потому. Аминь. Да. Но это правда, что ваш пастор издерживает свое. То, что должно быть для семьи. То, что должно быть для жени. Я очень близко общаюсь с пастором. Аминь. Я знаю, что должно для семьи он использует. Что и послужит вам. Это правда. Только перед Богом. Павел говорит, я буду это делать охотно. То есть с радостью, да. Без всякого этого. И он это делает. Он охотно издерживает свое. Истушает себя. Аминь. Аминь. Но мы говорим, что тема проповедей. Какая? Делим в добром. Как служить, как служить, как служить, как служить пастору своей церкви. Да? Это тема проповедей. Да. И мы говорим, что нужно служить друг другу любовью. Любовью. Пусть это любовь. Уседняя любовь. Что такое уседняя любовь? Непрекращающаяся любовь. Аминь. Будет. И только тогда вы можете служить. Вы можете отдавать. И потом не припоминать ему. Пасет и припомни. Год назад я дал. Две позитивы. Припоминать. Дадить перед Богом в молитвах. Но когда это любовью. То я дали. И для вас это умело. Аминь. Любовью служить пастору своей церкви. С любовью. Уседняя любовь. Любовь, которая есть и будет всегда. Если даже я обижусь завтра, я разберусь с собой. Причем я пастор. Я где от имени Господа это делаю сегодня. И я не должен думать, что пастор должен меня. Потому что я что-то сделал для него. Ну а как он мне должен? Мое бето я ему должен. Потому что он не больше делает для меня, чем я для него. Или вы не согласны со мной. Это как дети, когда они маленькие. Сам не понимают, что родители делают для них. Они не понимают. И когда они стали подростками. Подростковый возраст это особый возраст. Они еще не помнили, что такое быть родителями. Поэтому думают, что они умные родители. Они правильно все думают. И бывает у них духовное. Есть такое подростковое возраст духовное. Пока они сами не стали опекать других. София сегодня свидетельствовала. Я в восторге. У нее домашняя группа. Она пастор домашней группы. И опекает детей 9 до 19 лет. И она с радостью. Она ни одного слова не сказала своей трудности. Но для того, чтобы каждый раз провести домашнюю группу, ей нужно будет проделать какие-то вещи. Да. Аминь. Поэтому пастор приходит в восторге, в церкви. Но вы не знаете, каждое воскресенье сколько ему приходится проделить. Сколько всего побеждать, чтобы прийти в церковь и проповедовать Бога. Вы не представляете. Аминь. Дорогие, я не хочу, чтобы пасторатура писала подобное здесь. То есть, что... Хотя... Несмотря на то, что я чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами. Чтобы так не было церкви на скале. Чтобы так не было. Давайте поднимемся на наши ноги сейчас. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Прикос. Халлелуя Халлелуя Будем молиться сейчас На основании Того, что мы слышали Я хочу, чтобы каждый принял решение Служить Другим Чтобы мы служили друг другу Принял решение служить Своему пастору Потому что он дар для нас Дар от Бога Чтобы мы приняли его Как дар Ценили его Оберегали его Когда дар Для нас драгоценный Когда дар драгоценный Когда долго стоит Когда мы поставили правильную сцену Однажды Когда мы собирали Почетование Для покупки зданий То мне сказали Что кто-то пожертвовал золото Кто-то пожертвовал золото И мне показали Я смотрел Ничего не разбираясь в золоте Не знаю сколько стоит грамм золота Поэтому не мог дать оценить Что-то за почетование Я знаю что золото хорошо И благодарю Бога А потом когда поменяли это золото на деньги Я говорю Вау Это не дорого Аминь Ваш пастор Это дар от Бога И мы все это говорили сегодня Чтобы вы как-то оценили Чтобы вы как-то оценили Что-то дешевое Что Бог вам дал Чтобы вы оценили Поэтому ты можешь благодарить Господа за него За его жену За детей И прими решение что-то делать Чтобы поддержать его руки Потому что бывает когда руки опускаются Что пастор не хочет чтобы руки опускались Но опускаются Тяжело Но вы можете что-то делать Ваши добрые слова Ваши молитвенные слова Почтение ваше к нему Ваше отношение И ваше благотворение Это то что поддержит его как-то Это то что Даст ему еще идти Что сделать один шаг вперед И когда пастор благословен То несомненно Секом благословена Аллилуйя Молись Господу Молись Господу Аллилуйя Спасибо тебе Господь Молись 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 Господу Аллилуйя 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 Аллилуйя